Дамы и господа, сэры и сырухи, добро пожаловать на мой канал. У нас продолжается вулканойд и осталось буквально парочка серий до логического финала. То есть в этой серии мы с вами разделаем лазер последний, и как я понимаю, там какой-нибудь дальше будет бигбосс, которым мы будем заниматься уже в следующей серии. Ну а сейчас лазер, так что насыпайте чайку, наливайте печенек и поехали. Продолжаем заниматься улучшательствами нашего корабля. Вот они, продвинутые гусеницы, давайте мы их сейчас поставим на наш кораблик. А вот для остальных модулей нам нужны еще части кораблей. К сожалению, мы их сделать пока не можем. Уничтожить лазер. Пора разрушить еще одну важную постройку мехов. Первую лазерную установку мы уничтожили, и теперь они наверняка укрепили оборону и усилили охрану по всей зоне. Так что потрудитесь захватить побольше патронов и взрывчатки. Короче говоря, надо нам готовиться к бою. Нам надо побольше сделать боеприпасов, а они, к сожалению, требуют очень много титана и очень много алмазов. Ну, по крайней мере, бризантная взрывчатка, точнее, бризантные артиллерийские мины, да. В общем, придется помотаться немножечко по карте и пособирать эти самые ресурсы. Вы будете очень смеяться, но я забыл, как настраивается эта панелька. Вот реально забыл. Я хочу ее перенастроить на новые ресурсы, но у меня нихрена не получается. Алло, блин! Что мне с ней делать-то? Ёшкин ты матрёшкин! Она некликабельная. Ё-моё, а! Я ее сейчас либо развалю чем-нибудь, блин, я не знаю. Блин, короче, капец какой-то. Ай, блин! Эм, никакого мата, если что, вы не слышали. Эм, да... Не, ребят, ну это несчастный случай на самом деле. Это на самом деле несчастный случай. Но, по-моему, по-моему, у нас проблемы и сложности. Я как бы развалю, по-моему, очистную систему. Не, ну зато панелек теперь нету. Нет панелек, нету проблемы. Вот грини балбес, а! Итак, куда мы отправляемся, ребят? Я думаю, что давайте мы сейчас попробуем выбориться где-нибудь на поверхность, в новой зоне. Так, тут у нас, по ходу дела, корабль сидит, да? То есть здесь нам выбориться не дадут. Но вот здесь, допустим, да? Давайте мы сейчас переместимся на юго-запад. Чуть-чуть, сейчас мы собираем вот это всё. Лом титана, он нам нужен, потому что нам надо будет обязательно добыть много титана. Но, в первую очередь, меня интересуют алмазы, которых у меня маловато. Блин, здесь тоже трехзвездочный корабль. Отстой! Да, здесь нас уже встречают всякие балбесы. Вон корабль стоит. Ну, может быть, я его сейчас тоже до кучи развалю, если у меня получится. И мы с него цепанём каких-нибудь полезных ресурсов. Но сейчас придётся нам здорово повоевать, по ходу дела, да? То есть нас уже расстреливают. Включаем орудийные... Так, понятно. Орудийные площадки у нас не включаются. Надо что-то выключить, ребят. Давайте вот сейчас очистнуем и выключим. И включаем все орудийные площадки. Ну, или почти все, на которые хватило нам капы. Ну, и кто тут такой смелый? О, ребят, строем идут! Строем идут, ребят! И летят тоже строем. Вот нормально. Нормально развалили, братюнь. С них тоже, кстати, падают нужные нам ресурсы. Тот же самый Титан вполне себе с них падает. Ну, и можно что-то переработать. Так, давайте мы отправляем под землю наш корабль. Таким образом, мне придется заботиться только о своей тушке. О том, что там с кораблем происходит, мне будет, в принципе, плевать. Потому что его никто не будет атаковать. Он бросил меня, он уехал, блин. Так, все. В общем-то, больше меня никто и ничто не прикрывает. И сейчас мы начнем отхватывать звездюляторов. Блин, по ходу дела реально начнем отхватывать звездюляторов. В общем, моя задача сейчас развалить этот кораблик и максимальное количество ресурсов с него вытащить. Но для начала надо до него хотя бы просто добраться. Потому что там вот, помимо мехов, у нас еще орудийные площадки. И они мне очень сильно мешают жить. Блин. Не дают по ним нормально отработать артиллерии, потому что, блин, очень много мехов. Ё-моё! Так, ребят, пора сваливать. Иначе мы сейчас просто как бы отбросим копыта. Не хотелось бы, честно говоря. Вроде оторвались. Давайте лечимся по-быстрому и возвращаемся обратно. Окейушки, вроде бы развалил я орудийную площадку. Сейчас будет немножко полегче. Но мехи все равно не дают нормально жить. И вот еще какой момент. Я думаю, что надо будет сейчас попробовать сразу уничтожить вот этот вот бур сам. Чтобы он не попытался свалить. Я не знаю, насколько его надо развалить, чтобы он никуда не попытался свалить. Блин, я уже с теками начал разговаривать. Но давайте мы еще чуть-чуть накидаем им тут артиллерием. Я думаю, что уже никуда не свалит. Он там как-то странно повреждается. То есть вначале прям сильно-сильно. А потом все последующие выстрелы уже повреждают его довольно слабо. Так. Я стараюсь снаружи сейчас развалить все возможные точки появления роботов. Не хочу я залезать вовнутрь, пока не развалил все точки спауна роботов. Но, скорее всего, все равно придется. А вот это уже проблема, ребята. У нас боеприпасов-то практически нету. То есть мне уже приходится воевать реально гранатами. А это больно. Это реально больно. То есть сейчас, скорее всего, придется возвращаться на корабль. На наш. Вызывать его. И заготавливать еще боеприпасов. Скажем, дружно нафиг нужно. Вызывайся. Вызывайся кораблик. Придется теперь его немножечко подождать. Но, по идее, тот не должен свалить. Потому что мы его очень сильно повредили. Да, вот наш корабль возвращается. Сейчас будет выбуриваться на поверхность. И я буду заготавливать новые боеприпасы. Так. Что у нас по запасам сначала? Ну, есть какое-то количество обычных артиллерийских мин. И какое-то количество... Опаньки, ребята. У нас очистного-то нету. Я даже лом не могу переработать. Так это же жопа. Ребята, это реально жопа. То есть я вообще могу модуль сделать очистной новый? Нет, я, конечно, могу. Но надо где-то что-то переработать. Мне чуть-чуть не хватает медных труб, да? Или, подожди, чего? Да, медных труб мне не хватает. А что у нас с ручным... Ручного переработчика у нас тоже нет. Великолепно, ребята. Все снесло. Все нафиг снесло. Ладненько. Придется работать с тем, что у нас осталось, да? То есть у нас осталось там немножечко артиллерийских мин. Блин, да что ж такое? Немножко гранат. Я боюсь, боюсь вот через вот эти вот отверстия стрелять. Потому что хитбоксы, повреждения у них очень сильно разные. И можно отхватить как бы от своей же гранаты. Вообще в легкую. Надо подлечиться чуть-чуть. Ну, в общем, корабль я этот, я думаю, что я разделаю сейчас. Это не такая большая проблема. Но, как видите, обороняться уже приходится с помощью револьвера. Это уже жопа. Короче, перерабатываем мы, соответственно, этот корабль сейчас. Я надеюсь, если я доживу до этого момента. И уходим, наверное, на харбор. На самую первую начальную точку. Заниматься, собственно, переработкой. Строительством новых блоков очистки. Короче говоря, гринеба опаньки. Вот эту штуку надо уничтожить. Это вот последний спаун мехов. И что здесь есть полезного? Да много чего, на самом деле. Все забираем. Особенно гранатки. Вроде последний блок остался. Да, да, ребят, сирена. Сирена пошла. И это значит, что корабль сейчас у нас уничтожится. И я его разберу на запчасти. Но я думаю, что это показывать уже смысла особого не имеет. Все как обычно. Просто бегаем и киркой все это дело раздалбливаем. Опаньки. А запчасти-то предыдущего, то есть какого-то там третьего уровня, к сожалению, падают. То есть я надеялся, что мне с него бур четвертого уровня упадет. Ага, гусеницы падают четвертого уровня. А все остальное падает третьего уровня. Ну, блин, ну что за подстава на самом деле? И вот сейчас самое интересное, ребята. Вы в курсе были, что раньше, чтобы отправиться на харбор, вот с той точки, где я был, надо было пройти по кругу. То есть всю карту пройти по кругу очень далеко. Но сейчас у нас на корабле поставлен новый корпус четвертого уровня, который якобы позволит нам пробираться там к вулкану какому-то, да, куда-то. Вот я думаю. А здесь по прямой, через вот эту вот реку я смогу пройти или нет? Раньше через желтенькую я пройти не мог вообще никак. То есть она, желтая лава имела очень высокую температуру и уничтожала корабль вообще без проблем. А вот теперь, по идее, где-нибудь вот здесь вот, наверное, мы сможем пройти вниз. И давайте-ка мы попробуем этим заняться, потому что, ну, это действительно изменит всю ситуацию. Вот, смотрите, по идее, я здесь иду через лаву и никакого дамага не получаю. То есть перегрев, конечно, идет, но не настолько сильный, не настолько критичный. Вот где-то здесь, да, где-то здесь, наверное, я смогу пройти или нет. Или вот мне надо вот сюда вот, в харбор, да? Где тут самое узкое место? Вот здесь вот, наверное. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Сейчас надо остыть немножечко. А, ну, уже, уже мы остыли. Поехали! Слушай, да нормально. Ребят, это, это меняет вообще, меняет все. То есть мы теперь можем, буквально вот через лаву переплыли, и мы в харборе, где можно совершенно спокойно стоять и перерабатывать все ресурсы, которые мы с вами нашли уже в продвинутой вот в этой вот, в последней зоне. Харбор, милый харбор. Так, что нам нужно? Нам нужно сделать несколько медных труб, и у меня есть слитки. У меня есть слиточки, я могу сделать, значит, эти трубы, и, соответственно, мы с вами можем сделать эту самую станцию очистки. Замечательно! Вообще, надо быть, конечно, намного аккуратней, потому что я просто взял и развалил свою станцию очистки, да еще многое другое. Где она вообще? Где? Куда потерялась-то? Вот она! Значит, давайте мы ее поставим, наверное, да, наверное, куда-то туда же, где она и стояла. Вот где-нибудь сюда вот, по центру поставим. Все, теперь мы можем заниматься очисткой, но нам надо запустить эти самые очистные блоки. А для этого нам надо капу освободить. Выключаем часть орудийных площадок. Что там у нас вообще? Можем мы включить? Не можем, значит, надо выключить еще одну площадочку, или даже две, или три. Что-то как-то, вы знаете, по-моему, надо отключать что-то другое. А, нет, все нормально, заработало. А второй? А на второй вот не хватает. Давайте, наверное, сейчас пойдем и выключим какой-нибудь научный блок. Наука нам сейчас особо не нужна, поэтому можно... Так, это что у нас тут за дырки в стенах? Можно выключить вот этот вот блок, и таким образом мы освобождаем капу для запуска второго блока очистки. Ну и теперь можно перерабатывать все, что у нас имеется. Мы тут набрали кучу всякого железа, лома там титана, самого титана, какое-то количество алмазов. Короче говоря, все это нам надо переработать нафиг, чтобы у нас была возможность сделать боеприпасы для решительного штурма последнего лазера, третьего. Ну, я надеюсь, последнего. А еще нам нужны экранчики. Не только экранчики, нам еще нужны блоки управления. Так, слушайте, а вот эти вот, смотрите, сразу три, да? То есть сразу же тремя отраслями эта штука управляет. Я думаю, ее мы и сделаем. Да, здоровая дура. Пришлось даже станцию очистки немножечко смещать. Но зато, смотрите, она имеет возможность управлять сразу же. И, так, вот это надо будет снести. И очисткой она имеет возможность управлять. Да что ты не сносишься-то никак, ё-моё. Убирайся отсюда, короче. В общем, этот большой блок сразу позволяет нам управлять и очисткой, и наукой, и производством. Это здорово. Управление орудийными площадками тоже переставили. В общем, да, мы можем сразу же теперь управлять с одного пульта всем, что у нас имеется. А сюда мы можем выкинуть лишние запчасти. Ну и новые информационные экраны нам тоже не помешают. Правда, на самом деле, надо все еще... Все еще надо разобраться, как они работают. Давайте поставим, наверное, одну сюда. Вот так вот, да? А вторую? А вторую чертова знает. Что-то она никуда особо-то не влезает. Ну, давай с другой стороны тебя поставим вот так вот. И как тебя настраивать? Солнце мое. Солнце мое. Что-то я не понимаю все равно, как она настраивается. Ну, совершенно... Вот забыл, ребят. Просто реально забыл, как она настраивается. А, вот. Ёшкин ты, Морковкин, а. Я пол корабля разнес, чтобы настроить этот экран. Интуитивно понятно. В общем, сюда мы выставляем с вами различные виды рут. Вот, чтобы больше не залезать на склад и не смотреть, что там у нас лежит и сколько надо чего назначить в переработку. Так будет намного удобнее. Ну, а на второй экран мы, соответственно, назначаем всякие слиточки. Это уже, как говорится, готовая продукция. Вот ее мы назначаем на второй экран. Кристаллы, я думаю, тоже сюда и алмазы сюда. Вот как-то так, да. И надо сматываться под землю, потому что... Потому что вулкан у нас скоро пробудится. И игра довольно настырная у меня требует сделать кровать. Я не знаю, зачем она в этой игре нужна. Может быть, время, чтобы пропускать? Ну, давайте сделаем. Я ее случайно же взорвал тогда. Вот она, кроватка. Под нее у нас, в принципе, наверное, все есть. Сейчас у нас запустится наше производство. Мы вынурнем из-под земли после вулканчика. Что-то не запускается. Наверное, надо вручную что-то запустить. Давайте мы сейчас все орудийные площадки запустим. Да, совсем не зря. Вот уже, друзья, подтянулись. И давайте по одной запустим производство и очистку. Пускай работают. Да, вот кроватка у нас готова. И дальше мы делаем боеприпасы. Пока боеприпасы делаются, давайте-ка я возьму, во-первых, вот эту взрывчаточку. Я ее сделал. Хотел попробовать, зачем она нужна. Мне кто-то говорил, что может быть большие глыбы, вот эти, которые на карте отмечаются. Может быть, их можно как-то взорвать. Я черт его знает. Мы с вами обязательно это дело попробуем. Но для начала давайте вернем кровать на ее законное место. Правда, я хрена не помню, где она стояла. Ну да, и какая, в принципе, разница. Вот сюда вот давайте поставим. Что тут можно? Да, ребят, походу, дело здесь можно как-то спать. Sleeping in bed. Ну, не знаю вообще. Наверное, пропускать время. Но, честно говоря, я и так нахожу, чем занять это самое время. То есть пропускать его просто так, ну, не вижу в этом смысла. Всегда можно где-то вынурнуть, заняться переработкой чего-нибудь. Или заняться добычей чего-нибудь. Кстати, насчет добычи чего-нибудь. Я думаю, что надо бы прогуляться вот сюда вот на дайминг карьер. Да и вокруг озера там лавового тоже можно будет пройти. Но, как мне кажется, нет особого смысла это все показывать. Потому что, по идее, все происходит ровно так же, как это происходило до этого. В боевке нет совершенно ничего нового. Поэтому наша задача сейчас подготовиться к большому бою и уничтожить этот последний лазер. Что будет после этого, я фиг его знает. Но главное уничтожить его. Там наверняка будет просто дохренище охраны. Нас об этом предупредили, что, мол, мехи готовы. Тогда они и здесь, блин, уже подонки готовы. Вот. Короче говоря, надо заготовить этих самых бризантных артиллерийских мин для нашей берданочки. Потому что вот с этой шестистволкой я, честно говоря, зачищать большие орды мехов не готов. Ну что, друзья мои. Прошло два цикла извержения вулкана. То есть, реальных где-то час времени. Я заготовил различные боеприпасы. И теперь наша задача, в принципе, добраться до точки, где у нас появится этот самый лазер. Как видите, у нас сейчас... Да, вот все. Точка появилась. Можно отправляться в путь-дорогу. Надеюсь, что она будет у нас не очень далеко. Ну, вот у нас, в принципе, индикатор есть. Куда нам надо ехать или плыть или буриться, короче говоря. Вот туда мы и отправляемся. Игра подфриживает. Я не знаю, с чем это связано. Мне писали, что, мол, никаких фризов нету. Все замечательно. Ребята, у меня быстрая SSD-шка. На ней стоит эта игра. И все равно какие-то фризы непонятные есть. То есть, играешь, у тебя нормально там 70-80 фпс. Фигак 30. Следующую секунду. Вот такие вот пролаги непонятные. Так, значит, здесь нам нужен корпус четвертого уровня. Он у нас есть, по идее. Так что можно спокойно здесь переплывать через эту реку лавы. И благополучно идти дальше. В принципе, нам, наверное, уже не так далеко осталось. Но в этой зоне я еще не был. Давайте собираем. Продолжаем собирать алмазы. Потому что мне кажется, что это еще не все. Что взрывчатка нам очень сильно еще понадобится. Ой-ой-ой. Наверное, нам здесь надо будет занырнуть. Или что вообще? Что-то прям такие реки лавы. Я боюсь, что я через них не перейду. Корпус, конечно, это корпус. А, погоди. Вот здесь вот можно попробовать. Нет, он что-то... Что-то он туда нас не хочет пускать. Вот смотри, смотри. Не хочет. Раз, говорит, иди с этой стороны. Ну ладно. Раз ты думаешь, что нам с этой стороны будет лучше, давай пойдем с этой стороны. Не такая большая проблема. Ну и не упускаем, естественно, титанчик. Он нам тоже пригодится. Потому что на 5 выстрелов, соответственно, из вот этой берданки, брезантной миной, нужно 5 единиц труп титановых и 4, по-моему, алмаза, если не ошибаюсь. Все, выбуриваемся на поверхность. Ох, ребята, сейчас что-то будет. Сейчас мы будем разбираться с этим последним лазером. И да, нас здесь уже ждут. Смотрите, целая гоп-компания нас встречает. Уже даже стреляют. Нет, чтобы, блин, узнать. А может быть, это корабль мехов, ё-моё. Или у них там система свой-чужой. Да чёрт его знает, короче. При любом раскладе в нас уже стреляют. Значит, надо будет сейчас быстренько выгружаться и идти разбираться, кто там такой дерзкий вообще. Кто там? Кто там стучится в дверь моя с толстой сумкой на ремне? Так, кажется. Так, минус 2. И здесь вот ещё одна гоп-компания, с которой тоже надо попрощаться. И давайте починимся немножечко. В этот раз мы как-то значительно ближе высадились, чем обычно. И вот она там, одна опора. Так, разберёшься ты там самостоятельно-то вообще, без моего участия? Что я опасаюсь за свой кораблик? И, может быть, и не зря. С такого расстояния пули туда не долетают. Ладно. Понадеемся, что мы успеем разобраться с одной опорой до того, как эти мехи разберутся с защитой моего корабля. А где защита-то? Где мехи? Ребят, мы что, совершенно безнаказанно сейчас будем бомбить опору? Походу, ну почти, почти безнаказанно. Кто-то стреляет, а откуда непонятно. А, вон. Вон, вон, вон. Там где-то защитная турель, да? Как я понимаю, долетает до неё вообще там? На фоне этого вулкана ни черта не понятно. Ну, будем надеяться, что мы... Что-то откуда-то прилетает. Не, ну вот теперь точно уже неоткуда прилетать. Теперь уже точно минусанули турель. И одну ногу мы полностью минусанули, на самом деле. Серьёзно, ребят? Да ладно, блин. И вы хотите сказать, что это супер-пупер защита. И я 50 минут, два цикла, просто так вот собирал эти боеприпасы для того, чтобы... И вот это всё? Ну, блин. Короче, капитан меня явно обманул, когда выдавал квест. Он мне говорил, что там прям вообще абзац. Там нас разделывают под котлету. Но нет, нифига. Под котлету нас никто не разделывает. Хотя какая-то стрельба вот постоянная там ведётся. У меня такое ощущение, что в одни ворота стрельба ведётся. То бишь, они по мне стрель... А, нет, смотрите. Наша пушка тоже пытается что-то сделать. Но как-то очень вяленько. По ходу дела она тоже попадает мимо хитбокса. То бишь, как сказать, мимо хитбокса. Она попадает в камень. Ой, блин. Вот это, конечно, в этой игре подбешивает. То, что вроде ты стреляешь в цель, а на самом деле... Погодите, здесь не было этой двери, по-моему. Ну, точнее, дверь была, а не было дырки. Фиг с ним. Так, ребятушки, нам нужен склад. Мне нужны боеприпасы. Здесь я докопаюсь до каких-нибудь боеприпасов? Так, 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 так. Давайте затоваримся ещё. Даже где, где? Не отвлекают эти балбесы. Вот. Значит, затовариваемся бризантными минами. Благо их у меня много. Реально дофига. И давайте мы корабль отправим под землю. Мне кажется, так будет безопаснее. Да и ничего меня отвлекать не будет. Идём по этому коридору. Отсюда шла куча всяких балбесов к кораблю. И, значит, скорее всего, там где-то дальше много всего вкусного. Главное, чтобы это вкусное поперёк горло нам не встало. А чего вы все втыкаете? Да, смотрите, блин. Стоят, тут втыкают. А, он просто хотел полетать. Братишка, ну я выполнил твоё желание рождественское. Кругом у нас алмазики, судя по всему. Хотя, может, это и кристаллы. Чёрт его знает. Не суть важна. Меня это сейчас очень мало волнует. Мне сейчас надо добраться до остальных опор нашего лазера. Скорее всего, сейчас будут вражеские корабли. Но их я выносить не собираюсь. Меня они сейчас очень мало волнуют. Мне сейчас надо реально быстро вынести лазер. Не тратить свои силы впустую. И, главное, боеприпасы не тратить впустую на корабли. Как только мы выносим ещё две опоры лазера, то, соответственно, он уничтожается. И корабли сами отсюда отъедут. А я спокойно погружусь. И, ну, на свой корабль вызову его. Погружусь и поеду уже заниматься там дальнейшими делами. Не знаю, что там нам дальше надо будет делать. Скорее всего, апать корабль дальше. Потому что он у нас до конца не проапан. Там ещё, по-моему, три модуля, которые можно улучшить. Их надо будет обязательно улучшить. Так, ребятушки. А чё-то вы здесь до хрена? Нифига себе. Они, вроде бы, стреляют одиночными. А по звуку, знаете, получается как очередь. Так, опаньки. Иди полетай, братила. Так, сзади вроде бы никого. Вот, блин, да что такое эти защитные турели? Ну, ничего, мы сейчас навесиком. Так, минус-минус турелька. Значит, можно дальше спокойно... Есть! Минус опора, ребята. Минус опора. Осталась одна опора. Вот она на той стороне. Ага, и нам надо будет просочиться сейчас мимо вот этой вот дуры. А там уже от этой дуры к нам гости идут. Дурачки, короче. Дурачки из дуры. Так, слышь, бревенчатый Скайнет, иди нахрен. Я уже... Я знаю, как с тобой бороться, и ты со мной ничего не сделаешь. Лучше бы паковала вещи и сваливала куда-нибудь с тёплые края на другой остров. Пока есть возможность. Нет, на самом деле действительно интересно, как это всё зародилось, откуда это всё взялось на этом острове, и кто разработал этот чёртов Скайнет. Я думаю, что просто с франшизой Терминатора у них не получилось, они решили в стилпанк зарулить где-то. Дикий-дикий Вест, там все дела, как бы. Что типа там, может быть, у них получится. Ну, в принципе, на самом деле не самый плохой вариант. Потому что чё-то как бы Терминатор швея, это уже совсем как-то толерантно. Так, ладно. У нас тут... Блин. У нас тут проблемы были. Всё. Были у нас проблемы. У нас остался вот один блок. Сейчас мы его уничтожаем. И спокойной ночи, деточка. Спокойной ночи, красавец мой. И нам говорят, что у них осталось только ядро вулкана. То есть нам надо будет, скорее всего, уничтожать какое-то ядро вулкана. Ну, значит, будем разбираться с ядром вулкана. В чём проблема-то? Но, скорее всего, мы будем разбираться с ним уже в следующей серии. Сейчас нам надо вызвать будет корабль. Собрать весь Лутецкий, весь Хабарчик, собственно, с трупов, которых здесь довольно-таки много валяется. Я тут довольно сильно расстарался. Ну, надеюсь, они на меня не сильно обиделись. Ну что, ребят. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Нам осталось буквально чуть-чуть. Я думаю, что одна серия, и игра будет пройдена. Вы хотели логических завершений сезонов. Вот вам логическое завершение сезона. Хотя, может быть, и нет. Может быть, и не одна серия осталась. Может быть, больше. Может, после того, как мы уничтожим это ядро Скайна, то нам придется там выносить Белый дом какой-нибудь и дровяного Трампа оттуда. Вперед ногами. В общем, кто, как говорится, знает. Если вам понравился видосик, как я уже сказал, с вас лайкосик. Ну, а я пошел пилить для вас дальше контент. С вами был Грини. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.